Будьте Господи, Боже, Господи, молодцы, не и отряд! Вы, Ирина Отца и Сына и Сына Глуба, ежегодно, уже к концу Великого Паста, Святая Церковь предлагает нам память невероятного поколенного подника, уже на матье нашей преподавательной матьевики египетской. Дело в том, что ежегодно повторяется эта притча, ежегодно повторяется воспоминание этих циадочек. Ирина спрашивает, зачем все время повторяется все то же самое. Все мы знаем уже, как она, будучи молодой женщиной, даже еще несовершеннолетней, уже она начала удовлетворять свои жуткие страсти. Стала жуткой плутницей с ранних лет, от 12 лет и выше. 17 лет она жила этим расступным путем. И как она чудесным образом веселилась от этих страсти, пока она старалась войти в храме в Солине и положить за чистым древом. Говорящий Христа Господне, и какая-то невидимая из Сыны не допускала ее в храм, пока она сама не осознала причину этого дела. И в конце концов, как она поняла, почему ей нельзя было войти на этот храм, она пристала в предыходе Пречестной Божьей Матери и с горькими слезами покаянными умоляла ее пустить ее в храм, продолжиться к Святому Христу Господу. И в этот момент Господь дал ей этот момент истинно покаяния. Пошла на храм, сложилась, истинно поисповедовала все свои жутки грехи, всей своей молодости и жизни, и отдали нас в пустыню, где она провела еще 40 лет. Все мы эту историю знаем, но понимаем ее изначение. Для этого ведь я, я реально нет. Потому что вы для этого приходите исповедоваться. Все время исповедуем те же самые грехи. Все время приходит из слез, из проского Бога прощения. Думаешь, ну, Вадьба, через пару недель, месяц, опять-таки-то совратно, опять-таки исповедуюсь, почищу ее, принимая понимание, то, что будем пачкать на нее опять. В этом нет истинного покаяния. Так, это исповедные грехов свои. Это первый шаг, очень важно, безусловно. Первый шаг, получаемый от Господа. Благодатью свою, он очищает нашу душу от этих грехов. Но третий шаг наш тоже. И мы должны действительно всеми своими силами не только стараться, а на самом деле менять свой образ жизни. Сколько раз мы слышим, когда мы исповедуемся, что вот, мало ли, у церкви, плохо ли, у нас нас не среет, осуждая друзей своих. У меня еще одних я удерживаю, хоть и другие. Все это исповедуется. И может, и все это истинное, в тот момент. Но мы будем изграбывать после этого, причастлившись в их христовые тайны, и продолжаем вернуть эти церкви, продолжаем рассеянного нас, продолжаем осознать правительства людей, и не отпускаем от них. Хорошо звучали, братья? Получайте и снимайтесь. Наберегая милостью Богу, что Господь очистит эти грехи. Только лишь по нашему Господу. Все. Нет, не требуется от нас удаление от муслину на 40 лет. Не требуется от нас крестные осветы и мучения. Не требуется только лишь истинное покаяние. И долго не может не уйти. Отнесутся в свое сердце. Говорят, что, ну, конечно, Мария Египска была особой. Чего она была особой? Она была особой пыльницей. Жуткая. Самая страшная. Она даже деньги не брала за свои услуги. Она добила радостно, удовлетворяяя свои страшные страсти. Мы тоже грешили, удовлетворяяя свои страсти. Но она должна очищать Богу. Если она получит очищение, помидываться не от Бога, так же, как разводится христианец. Не говорил Господи мне, прости меня, спасти меня. Нет. С победителем Господи, Господи, с каким смирением мы подходим к делу своего покаяния. Как мы должны с горькими седания подходить к гиманике Кресту, взирая на этот крест, значит, что этой ценой мы искуплены от их сердца. И что действительно влагодаренность в ответ на эту любовь к Божию от испытки своего сердца попадается в своих веках. И обещать Богу, что вы их не будете повторять. У нас всегда наше человеческое стало в Санкт-Петербурге. Мы люди, мы большие, приверженные. Сейчас хоть вы это знаете, не многие. Но с другой стороны, мы никак не можем принять это как должное. Принять это как нормальный образ жизни. Никто это случайно. Я бы понимал, что наше плачное состояние требует требует благородства, благородства, помощи и совместа. И раз мы это решили ежеменно, так мы должны исповедоваться не только раз в год или пару месяцев, а ежеменно. Вещерком, фианом, продумать, как сегодня решение прошло. Чем я обидел Бога с твоими словами, делами и мыслями. Чем я обидел своего брата, чем я могу сделать, быть лучшим человеком, сделать добро, помочь нам, я не сделаю. Вот об этом мы каждый вечер перед сном и пусть и долезть и прости меня, Господи, за мои немощи, прости меня, эти грехи, дай мне сил, дай мне намерение, дай мне желание искренне покаяться и поменять своего значительного слава Твоей. Уже последний раз сегодня слышим в одном другом эти слова покаяния под бездни и переживододавча и постоложение под обидом и помилия Господи во множество его дайки дайки. для того, в последние месяцы мы услышали эти наглядные слова «Обърт Продолжение следует... 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 Продолжение следует...